всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые яркие детские носочки которые я связала из остатков пряжи данные носочки и я вязала на 2 спицах можно вязать на 2 прямых на 2 чулочных спицах или на круговых как вам удобнее то есть сам носочек мы будем вязать поворотными рядами и для вязания этих носочков я использовала пряжу alize lana gold метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров и как вы видите я использовала три цвета пряжи полный расход пряжи вот на пару носочков я подпишу сейчас вам на экране и сейчас смотрите в мастер-классе эти носочки я вязала на размер детской ноги 2830 блокатор у меня этот заказан на 29 размер но полотно у нас идет эластичное она у нас тянется поэтому я думаю вот как раз таки по этому количеству провязанных рядов ну или сантиметров носочки отлично подойдут на размер 2830 но плюс-минус еще несколько размеров вы можете отрегулировать самостоятельно и это мы делаем как раз таки за счет вот этой провязанной длины то есть вот это расстояние от пятки до маска можно провязать или чуть больше или наоборот немножечко короче и тем самым эти носочки вы получите на больший или на меньший размер детской ноги в мастер-классе каждый провязанный участок я измеряю в сантиметрах так чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рядов но и на количество сантиметров каждого провязанного участка и здесь вот смотрите мы можем сейчас посмотреть как выглядит заготовка для нашего носочка то есть начинаем вязание мы с резинки далее основным узором вывязываем высоту носочка ну или так называемый паглинок после чего мы вывязываем пятку длину носочка и вот здесь у нас формируется мысок данные носочки у нас идут сшивные то есть в конце мы с вами будем сшивать вот эту длину шва то есть вот от маска до верхушки резинки но скажу сразу что этот шов идет абсолютно гладкий с двух сторон то есть он этот шов не будет вызывать никакого дискомфорта при этом полотно вот идет достаточно эластичная я здесь еще не все кончики спрятала ну вот хочу показать изнаночную сторону этого шва то есть вот по изнанке этот шов идет абсолютно гладкий и идет вот наравне с основным полотном то есть процессе носки будет все абсолютно незаметно мягко и удобно поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные носочки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию вязать носочки я буду на круговых спицах диаметр спиц я беру 3 миллиметра набирать петли я сейчас буду на 2 спицы для того чтобы наборный край был эластичным и сейчас для вязания носочков детских мы с вами на спицы должны набрать количество петель кратное 6 плюс 5 петель для симметрии узора и плюс две кромочных петли для вязания носочков на спицы я сейчас набираю 37 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста петли я набрала аккуратно сейчас круговую спицу одну я вынимаю и сейчас мы сразу будем приступать к вязанию резинки резинку я буду вязать поворотными рядами поэтому первую кромочную петлю я снимаю и дальше я буду провязывать одну петлю лицевую одну петлю изнаночную лицевая петля изнаночная последние кромочные петли в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей и сейчас в моем случае я провяжу высоту резинки 18 рядов вы можете провязывать любое необходимое вам количество рядов ну а я сейчас когда провяжу необходимый участок ну вот резинки 18 рядов я подключусь и измерю этот провязанный участок в сантиметрах и так вот я провязала резинку 18 рядов провязанный участок в сантиметрах равен вот 7 провязанных сантиметров вот эта сторона вязание будет сейчас являться изнаночной стороной полотна из изнаночной стороны темным вот нашим цветом я провяжу нулевой ряд первую кромочную петлю я снимаю и дальше в нулевом изнаночном ряду я все петли до конца ряда провяжу изнаночными кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону с лицевой стороны мы сразу будем приступать к вязанию первого лицевого ряда и для этого мы должны взять нить контрастного цвета кончик контрастной нити я просто прикладываю краю и первую кромочную петлю я просто снимаю не провязывая дальше начинается раппорт нашего узора 2 петли я провязываю лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой дальше провязываю 3 петли лицевых раз два три то есть вот после кромочной петли я сейчас провязала шесть петель которые являются раппортом нашего узора в ширину дальше раппорт этого узора я буду повторять провязываю 2 петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой 3 петли лицевых то есть вот я уже провязала 2 раппорта узора так мы сейчас вяжем этот ряд до конца еще раз 2 лицевых одну петлю переснимаю 3 петли лицевых 1 2 3 в конце ряда у меня остается кромочная петля и 5 петель симметрии по узору я сейчас должна провязать 2 петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой 2 петли лицевых кромочную провязываю изнаночной то есть так чтобы наше вязание и начиналось и заканчивалась одинаково вязание разворачиваю на изнаночную сторону приступаю к вязанию второго изнаночного ряда кромочную первую петлю я снимаю далее все вот эти наши зеленые петли мы сейчас будем провязывать лицевыми то есть я сейчас провязываю 2 петли лицевых синюю петлю которую мы переснимали в предыдущем ряду эту петлю я также сейчас снимаю не провязывая но рабочую нить мы оставляем перед работой то есть по изнаночной стороне 3 петли лицевых раппорт узора я провязала и дальше этот рапорт я повторяю 2 лицевых синюю петлю переснимаю нить рабочую оставляя перед работой 3 петли лицевых и опять 2 лицевых петлю снимаю нить рабочую оставляя перед работой 3 петли лицевых ну или все зеленые петли вот мы провязываем лицевыми все синие петли мы переснимаем не провязывая нить рабочую оставляя перед работой в конце ряда вот одну петлю я пересняла далее провязываю 2 петли лицевых и кромочную петлю вот сейчас я провязываю изнаночной кончики подтягиваю и вязание сразу разворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны приступаю к вязанию третьего лицевого ряда кромочную первую петельку я снимаю дальше я провязываю 2 петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой 3 петли лицевых то есть 3 лицевой ряд у нас сейчас будет вязаться точно так же как мы с вами провязывали и первый ряд ну или здесь проще говоря все зеленые петли вот мы сейчас провязываем лицевыми синие петли снимаем не провязывая оставляя рабочую нить за работой то есть по изнаночной стороне так мы сейчас завязываем до конца 3 лицевой ряд кромочную петлю провязываю я сейчас изнаночной в конце лицевого ряда вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны приступаю к вязанию 4 изнаночного ряда кромочную первую петлю я снимаю дальше я провязываю 2 петли лицевых синюю петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить сейчас перед работой после чего провязываю 3 петли лицевых или опять же 4 изнаночный ряд у нас сейчас будет вязаться точно так же как мы с вами провязывали и 2 изнаночный ряд все зеленые петли мы провязываем лицевыми синюю петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя перед работой то есть по изнаночной стороне и так зеленым контрастным цветом я сейчас провязала участок полотна 4 ряда сейчас вот вязание я держу лицевой стороной вверх и мы будем приступать к вязанию 5 лицевого ряда для этого мы сбоку должны поднять нить нашего первого темного цвета и приступаем к вязанию 5 лицевого ряда при смене цвета первые кромочные петли я буду просто переснимать я эти петли провязывать лицевыми не буду и сейчас в пятом лицевом ряду контрастным темным цветом я все петли до конца ряда должна провязать лицевыми все петли я провязываю лицевыми за правую стенку каждой из этих петель то есть вот в моем случае у синие петли правая стенка расположена за работой а у зеленых петель правая стенка расположена перед работой поэтому за правую стенку петель все петли я провязываю лицевыми пятый ряд я довязала до конца вязание я разворачиваю на изнаночную сторону приступаю к вязанию 6 изнаночного ряда первую кромочную петлю я снимаю и дальше в шестом изнаночном ряду я все петли до конца ряда должна провязать изнаночными в конце 6 изнаночного ряда кромочную петлю я провязываю изнаночной вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону мы с вами провязали 6 рядов сейчас я буду приступать к вязанию 7 ряда для этого я сейчас возьму нить голубого цвета если носочки вы вяжете двухцветные к примеру то мы должны в этом случае поднять сбоку нить зеленого цвета и шестой ряд провязывать зеленым цветом ну а я сейчас кончик контрастной нити прикладываю к краю первую кромочную петлю я снимаю и дальше в седьмом лицевом ряду я провязываю 5 петель и лицевых два три четыре пять одну петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой то есть сейчас наш узор мы будем формировать в шахматном порядке и опять я провязываю 5 петель и лицевых три четыре пять одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой так мы вяжем до конца седьмой лицевой ряд в конце ряда я провязываю 5 петель лицевых это идут пять петель симметрии кромочную провязываю изнаночное вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону в восьмом изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю дальше все голубые петли я сейчас буду провязывать лицевыми поэтому я сейчас провязываю 5 петель лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя перед работой то есть по изнаночной стороне и опять повторяю наше вязание провязывая 5 петель лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя перед работой так мы вяжем этот ряд до конца последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону и с лицевой стороны приступаю к вязанию 9 лицевого ряда 1 кромочную петлю я снимаю дальше начинается раппорт нашего узора 5 петель и я провязываю лицевых одну петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой и опять вязание я повторяю провязывая 5 петель лицевых одну петлю переснимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой так мы вяжем этот ряд до конца 10 изнаночной ряд 1 кромочную петлю я снимаю дальше я провязываю 5 петель лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя перед работой и опять я повторяю вязание провязывая 5 петель лицевых одну петлю переснимаю нить рабочую оставляя перед работой так мы вяжем до конца 10 изнаночный ряд и так вот я закончила вязать 10 изнаночный ряд и вязание перевернула на лицевую сторону сейчас мы будем приступать к вязанию 11 лицевого ряда и для этого мы должны поднять нить темного цвета вверх и смотрите на протяжении вот вязание если вы вяжете носочки также цветные как и я то вот допустим сейчас идет зеленая нить но желательно было бы на два ряда раньше эту ниточку сбоку поднять повыше я забыла поэтому я могу эту нить поднять сейчас то есть я сразу зеленую и темно-синюю нить беру поднимаю вверх дальше вот смотрите зеленую нить я вот накладываю сверху на темно-синюю нить и вот дальше беру темно-синюю нить который я сейчас буду вязать полотно то есть тем самым зеленая ниточка у нас поднялась вверх чтобы не было больших протяжек по изнаночной стороне так и приступаю к вязанию 11 лицевого ряда первую кромочную петлю я снимаю дальше в одиннадцатом лицевом ряду я все петли до конца ряда должна провязать лицевыми то есть и голубые петли я провязываю лицевыми и темно-синие петли я также провязываю лицевыми и все эти петли я провязываю лицевыми за правую стенку каждый из этих петель 11 лицевой ряд я довязала до конца вязание разворачиваю на изнаночную сторону приступаю к вязанию 12 изнаночного ряда 1 кромочную петлю я снимаю и дальше в двенадцатом изнаночном ряду я все петли до конца ряда должна провязать изнаночными кромочную петлю в конце ряда я провязываю вот изнаночной петлей вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону и смотрите мы с вами сейчас провязали 12 рядов 12 провязанных рядов и будут являться рапортом нашего узора в высоту то есть сейчас вот как раз таки сбоку мы поднимаем снова нить зеленого цвета и снова приступаем к вязанию первого лицевого ряда это мы вяжем уже второй раппорт узора то есть первую кромочную петлю я снимаю дальше начинается рапорт нашего узора две петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой после чего провязываю 3 петли лицевых раппорт узора в ширину один раз я провязала дальше раппорт этого узора я повторяю провязывая две петли лицевых одну петлю снимаю не провязывая нить рабочую оставляя за работой 3 петли лицевых таким образом мы сейчас дальше продолжаем вязать всю необходимую высоту носочка до пятки в моем случае у меня это высота равна один раппорт узора мы с вами вместе провязали и сейчас самостоятельно я еще провяжу вот один и половину от третьего раппорта то есть высота моего носочка до пятки равна двум с половиной провязанным раппортом сейчас я вывяжу эту высоту далее подключусь и вместе с вами мы приступим к вывязыванию пятки и так вот я вывязала всю необходимую мне по высоту носочка до пятки сейчас подробно остановимся на том моменте в какой момент мы должны закончить наше вязание но вначале давайте сразу сделаем расчеты для того чтобы понять сколько петель мы должны отдать на пятку всего на спицах у меня расположено 37 петель теперь этих 37 петель я должна разделить на пополам то есть на две части то есть как бы передняя часть носочка и подошва то есть это у меня получается если вот на две части это получается 19 и 18 петель то есть две части теперь мы должны взять одну часть желательно вот если как в данном случае у меня петли разделились на четное и нечетное число поэтому сейчас мы должны взять четное число моем случае это 18 и 18 это будет идти подошва эти петли я должна разделить еще на две части так как пятку мы будем сейчас сначала вязать часть с одной стороны и часть с другой стороны и это получается равно 9 петлям то есть сейчас по краям с одной стороны из девяти петель и с другой стороны из девяти петель мы вывяжем пятку пятку я буду вязать темно-синюю поэтому смотрите сейчас я провязала вот зеленым цветом 4 ряда это получается 4 ряда от 3 раппорта узора и закончила вязание я сейчас провязав вот в темно-синим цветом ряд с лицевой стороны то есть всего от 3 раппорт я провязала 5 рядов и теперь смотрите я сразу вязание сейчас буду разворачивать на изнаночную сторону и сейчас я буду провязывать только девять петель поворотными рядами вначале давайте мы с вами измерим провязанный вот участок в сантиметрах высота получается от спицы до наборного края смотрите примерно 14 может 14 с половиной сантиметров так и давайте еще на всякий случай измерим ширину опять же полотно идет эластичное хорошо тянется но так чтобы вам было проще ориентироваться ширина там где вот у нас вяжется основной узор равна 18 сантиметрам и теперь как я сказала вязание я разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую петлю снимаю далее сейчас темным синим цветом я буду провязывать петли все лицевые так как пятка здесь у меня связана платочной вязкой поэтому я провязываю вот вторую петлю лицевую третье четвертое пятая шестая седьмая восьмая и девятую петлю от края и я провязываю изнаночной петлей это будет сейчас идти кромочная петля края то есть девять петель я провязала вязание разворачиваю сразу на лицевую сторону и с лицевой стороны я провязываю также только девять петель первую петлю снимаю далее провязываю вторую третью лицевую петлю четвертую пятую шестую седьмую восьмую и девятую петлю я провязываю изнаночной петлей после чего вязание я снова разворачиваю сейчас на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я провязываю также петли лицевые и мы вяжем только 9 крайних петель и так смотрите вот я провязала такой квадрат платочной вязкой это будет идти половина нашей пятки я вывязала необходимую высоту и теперь давайте разберем сколько эту высоту мы должны провязать значит смотрите после того как мы провязали этот квадрат сейчас мы будем закрывать петли этого края после чего вдоль вот этой боковой части мы должны будем поднять недостающие петли то есть обратно вернуться к изначально набранному количеству петель то есть мы должны здесь будем поднять также 9 петель поэтому смотрите когда мы сейчас закроем петли петли мы будем здесь закрывать с изнаночной стороны так как дальше мы хотим продолжить наше вязание поэтому здесь когда мы закрываем петли у нас останется в любом случае одна последняя петля и теперь мы можем пересчитать кромочные петли края 1 2 3 4 5 6 7 плюс 1 петля 8 и здесь еще сейчас образуется также кромочная петля когда мы будем закрывать петли края если проще говоря смотрите мы берем количество наших петель это девять в моем случае минус 2 петельки получаю 7 то есть я здесь должна провязать всего 7 платочных дорожек 1 2 3 4 5 6 7 7 платочных вот дорожек я провязала после чего я провязала еще вот ряд с лицевой стороны провязывая все петли лицевые дальше вязание я разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я закрываю петли этого края первую петлю снимаю вторую петлю провязываю лицевой первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную петлю провязала лицевой дальше петлю протягиваю и спускаю провязала протянула и спустила и вот провязала лицевую петлю протянула и спустила и вот одна петля у меня уже расположена сейчас на спицы и теперь смотрите мы можем взять чтобы было более удобно вот на нашу круговую спицу от края поднять вот кромочные петли сразу на спицу после чего мы их просто возьмем и провяжем так единственное здесь смотрите изнаночная сторона и лицевая поэтому мы берем поднимаем эти петли так вот так с лица на изнанку за одну стенку кромочные петли то есть за ту стенку которая расположена ближе вот к лицевой стороне полотна раз два три 4 вот 5 6 7 вот наша петелька и 8 плюс 1 петля у меня уже расположена на спицы то есть того вот у меня сейчас как раз таки и будет поднята 9 петель 1 петля у меня уже расположена на правой спице и теперь эти поднятые кромочные петли мы будем здесь сейчас провязывать и провязывать мы их будем изнаночными петлями за длинную в моем случае заднюю стенку петли я провязываю вот получается вот мне идет уже 2 3 4 5 6 7 8 и 9 петелька то есть вот на спицах у меня снова расположена 9 петель так и теперь мы дальше продолжаем вязать ряд с изнаночной стороны и здесь сейчас смотрите ряд мы будем этот провязывать вот с изнаночной стороны изнаночными петлями не довязываем до конца ряда 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот здесь сейчас на эту границу я повешу маркер то есть до маркера мы вяжем этот ряд провязывая сейчас все петли изнаночными и вот я довязала до маркера провязывая все петли изнаночными маркер мы убираем и теперь оставшихся 9 петель с изнаночной стороны я сейчас буду провязывать лицевыми петлями так как здесь мы сейчас сразу вяжем вторую часть нашей пятки и пятку мы вяжем платочной вязкой поэтому вот я провязываю получается 8 петель лицевых кромочную девятую петлю я провязываю изнаночной вязание я разворачиваю сейчас получается на лицевую сторону то есть вот мы можем посмотреть одну часть нашей пятки мы вывязали сейчас точно такой же участок мы будем провязывать вот и с другой стороны и здесь вот с другой стороны получается первую петлю я снимаю дальше провязываю петли лицевые 2 3 4 5 6 7 8 и 9 петлю здесь я сейчас провязываю изнаночной то есть это 9 петель пятки я провязала вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я также сейчас провязываю все петли лицевыми кромочную провязываю изнаночной и так вот с другой стороны я здесь также сейчас провязала участок равный 7 провязанным платочным дорожком то есть вот вот края 1 2 3 4 5 6 7 также провязала сейчас лицевыми петлями ряд с лицевой стороны здесь смотрите какой момент если бы я к примеру вязала эти носочки каким-то другим узором и мне нужно было бы сейчас вот продолжает наше вязание вот темно-синим цветом то я бы сейчас закрыла петли получается вот сейчас с лицевой стороны то есть получается пятку провязала бы с другой стороны на один ряд меньше то есть закрыла петли добрала вот здесь по кромочным петлям края петельки и продолжила вязать этот ряд мне сейчас нужно будет делать смену цвета то есть брать нить голубого цвета поэтому я провязала точно такое же количество рядов вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны и сейчас буду закрывать петли края точно также провязала петлю протянула и спустила провязала протянула и спустила провязала протянула и спустила и осталась последняя петля здесь мы последнюю петлю вытаскиваем по длине и и смотрите какой момент что сейчас нам нужно так чтобы ниточки у нас были вот здесь в этом месте естественно такую большую протяжку через всю пятку мы не сделаем поэтому сейчас нить и голубого и зеленого и вот здесь темно-синего цвета мы должны обрезать то есть все эти три ниточки я обрезаю вот здесь нить темно-синего цвета где мы вытаскивали петельку по длине и в петлю продеваю кончик нити петельку аккуратно затягиваю так дальше мы наше вязание вот развернули на лицевую сторону и сейчас вот на левую круговую спицу по кромочному вот этому краю мы должны поднять 9 петель или давайте я на правую здесь подниму а дальше пересниму так вот прям за самый самый край раз дальше вот два три 4 5 6 7 8 так и вот здесь эту протяжку просто накидываю между петлями и вот это все и сейчас переснимаю на левую круговую спицу все поднятые петли петли я поднимала за одну стенку кромочные петли то есть за ту стенку которая расположена ближе к лицевой стороне то есть вот здесь я сейчас сразу вот таким вот образом подняла недостающих 9 петель и вот так сейчас выглядит мое вязание то есть одна часть пятки вторая часть пятки и сейчас мы дальше будем продолжать вязать наш узор я по нашему узору то есть в моем случае беру сейчас нить голубого цвета то есть вот кончик голубой нити я прикладываю краю и вот первую петлю я снимаю этому получается сейчас продолжаем вязать третий раппорт узора и от третьего раппорта я сейчас вот провязываю шестой ряд дальше я провязываю 5 петель после кромочные вот лицевых раз два три 4 5 одну петлю это вот как раз таки сейчас в данном случае идет петля которую мы поднимали из кромочной вот я и сейчас просто пересниму не провязывая нить рабочую оставляя за работой и снова провязываю 5 петель лицевых раз так вот здесь такая у нас шла протяжка я эту поднятую протяжку провяжу как скрещенную лицевую петлю 2 3 4 5 петель лицевых одну петлю переснимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой все таким образом вот мы вышли при на вязание нашего узора после пятки и вот получается теперь дальше я буду продолжать вывязывать наш узор то есть повторюсь моем случае я вяжу сейчас 6 ряд основного узора то есть это вот я сейчас провязываю вот эту голубую полосу после того как голубую полосу я провяжу это я закончу вязать третий раппорт узора самостоятельно я еще провяжу получается вот моем случае 4 5 и 6 раппорт узора то есть это всего высота носка равна 6 провязанным раппортом ну или вот раз два три с половиной раппорта я еще что я сейчас должна провязать самостоятельно это расстояние до мыска до убавок в тот момент когда я вывяжу эту длину я подключусь измерю провязанный участок в сантиметрах и вместе с вами мы приступим закрывать петли на мыске как раз таки длиной вот этого участка от пятки до мыска мы и можем отрегулировать размер наших носочков то есть чем длиннее мы провяжем это расстояние тем на больший размер мы получим носочки ну и соответственно наоборот поэтому вы вяжете необходимую длину носочка до мыска и так вот я провязала необходимую высоту носочка до мыска то есть до убавок сейчас мы с будем формировать мысок то есть будем сейчас делать убавление петель для этого количества петель мы с вами должны разделить на три части делим это количество петель по тому же принципу как мы делили наши петли для вывязывания пятки то есть центральная часть или передняя часть нашего носочка будет равна 19 петлям вот оставшихся 18 петель я делю на 2 боковых части 9 соответственно и 9 петель теперь для удобства мы эти 9 петель отметим маркерами с одной и с другой стороны то есть сейчас мы с вами будем убавлять петли вот здесь по вот этим участком отмеченным маркерами так давайте сейчас сделаем вначале замеры у меня сейчас провязана общая длина носочка ну вот смотрите где-то примерно двадцать пять с половиной сантиметров дальше сейчас измерю вот здесь этот размер то есть угол пятки так вот здесь и вот до спицы длина равна ну вот смотрите где-то примерно 15 сантиметров расстояние от вот этого края пятки где мы начали вязать узор длина длина равна ну где-то десять с половиной сантиметров так и ширина получается равна 18 сантиметров мысок я буду закрывать темно-синим цветом поэтому закончить вязание мы с вами должны вот провязав сейчас ряд с лицевой стороны лицевыми петлями то есть по нашему узору изнаночный ряд мы будем сейчас провязывать вместе сразу скажу что нить зеленого и голубого цвета мне больше не понадобится поэтому эти ниточки здесь можно уже обрезать дальше получается вязание я должна развернуть на изнаночную сторону с изнаночной стороны никаких петель мы убавлять не будем но здесь смотрите первую кромочную петлю я снимаю и сейчас все остальные петли и в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми то есть мысок я сейчас буду вязать платочной вязкой точно так же как я провязывала и пятку поэтому здесь с изнаночной стороны я просто провяжу сейчас все петли до конца ряда лицевыми и так вот я провязала сейчас ряд с изнаночной стороны лицевыми петлями и темно-синим цветом я получила провязанную одну платочную дорожку теперь мы с вами приступаем к вязанию первого ряда убавок убавки мы будем делать только в лицевых рядах поэтому первую кромочную петлю я снимаю и дальше я провязываю петли лицевыми не довязывая до 1 маркера 2 петель и вот около 1 маркера две петли я сейчас этих две петли буду провязывать как вот две петли вместе лицевой петлей маркер перебрасываю на правую спицу и после маркера также 2 петли и я буду провязывать вместе лицевой петлей провязала после чего провязываю снова все петли лицевые не довязывая до 2 маркера 2 петель около 2 маркера также первую и вторую петлю я провязываю две петли вместе лицевой петлей маркер перебрасываю на правую спицу и после маркера следующих две петли я сразу также провязываю как две петли вместе лицевой петлей после чего довязываю этот ряд до конца провязывая все петли лицевые кромочную провязываю изнаночной петлей то есть вот в первом ряду мы убавили 4 петли 2 и 2 петельки вязание разворачиваю на изнаночную сторону в изнаночных рядах петель никаких мы убавлять не будем поэтому здесь просто кромочную петлю я снимаю и дальше все остальные петли до конца ряда я сейчас должна провязать лицевыми и так вот я провязала с изнаночной стороны ряд провязывая все петли лицевые вязание разворачиваю на лицевую сторону и с лицевой стороны я сейчас буду также делать убавление около каждого маркера перед маркером две петли я буду провязывать вместе и после маркера две петли я буду провязывать вместе здесь и здесь таким образом я сейчас дальше продолжаю вязать всю необходимую длину этого маска сейчас я провяжу необходимый участок дальше подключусь скажу сколько у меня должно в конце остаться петель на спицах и сколько у меня провязано рядов и вместе с вами мы закончим уже вязать наш носочек и так вот я вырезала всю длину маска то есть можно в принципе продолжить сейчас еще немножечко если необходимо делать эти убавки тем самым получив чуть большую длину мне этой длины достаточно поэтому заканчиваю делать убавки я на маске провязав ну вот смотрите давайте будет более просто ориентироваться от голубой полосы 1 2 3 4 5 5 платочных дорожек соответственно начали делать мы убавки со 2 платочные дорожки то есть получается убавки я провязала в 4 лицевых рядах и на спицах у меня сейчас получается 4 петли 1 боковая часть 4 петли вторая боковая часть и в центре у меня расположена 9 петель сантиметрах эти убавки у меня сейчас равны посмотрите практически 3 сантиметра так и опять же общую длину измерим еще 27 сантиметров общая длина и теперь что мне осталось оставшиеся эти петли я буду просто стягивать после чего этой же нитью вот она у меня идет я сошью длину заднего шва я уже спрятала все кончики по изнаночной стороне вот здесь по краям и у меня здесь осталось всего лишь вот это последняя ниточка которая идет от моточка вязание я сейчас держу изнаночной стороной вверх и на последнюю провязанную петлю я сейчас пересниму все петли по порядку петли переснимаю петлю снимают для того чтобы убрать маркер и дальше продолжаю переснимать все петли на последнюю провязанную петлю то есть на ту петлю на которой расположена нить вот отма . итак вот все петли я пересняла на последнюю петельку дальше я беру и эту последнюю петлю сейчас вытаскивают подлиннее ниточку отма . мы можем обрезать обрезаем эту нить так чтобы кончика хватило сшить задний шов после чего вот вовнутрь в эту петлю я продела вовнутрь ниточку которую я обрезала отма . и аккуратно петельку вот я затягиваю так сшивать наш носочек я буду по лицевой стороне поэтому вязание я сейчас вот выворачиваю на лицевую сторону и сейчас ниточку мы должны одеть в иголку с большим ушком нить я делаю иголку с большим ушком и как я сказала прошиваем мы наш носочек по лицевой стороне и теперь смотрите прошивать мы будем за кромочные петли края то есть смотрите иголку поочередно я буду вставлять сначала с одной затем с другой стороны справа налево то есть в одну кромочную петлю иголку вставляю и через соседнюю кромочную петлю справа налево иголку с нитью вывожу иду на сторону которая ближе ко мне здесь также справа налево в одну кромочную петлю вставляю и через соседнюю кромочную петлю иголку с нитью вывожу с учетом того что носочки у нас идут цветные сшивать я буду темной ниточкой единственное мы должны будем сейчас контролировать в процессе сшивания чтобы каждый участок у нас ровно совпал между собой то есть темно-синий край здесь и соответственно темно-синий край вот с этой стороны так прошили вот два темно-синих края дальше идет голубая полоса справа налево иголку вставляю в одну кромочную петлю через соседнюю кромочную петлю иголку вывожу голубая полоса здесь и здесь голубая полоса иголку вставляю вот справа налево дальше у нас идет одна петля синяя вот здесь у нас связалась здесь можно вставить иголку вот именно в синюю эту одиночную полосу просто значит с края которые дальше от нас от себя за кромочную петлю а здесь к себе за кромочную петлю то есть вот мы соединили два темных края дальше у нас идет зеленая полоса справа налево вот сначала с одной стороны здесь у нас с этой стороны была смена нити и внимательно просто аккуратно вставляем иголку справа налево с одной здесь вот с другой стороны зеленая и зеленая полоса дальше опять у меня идет синяя кромочная петля от себя иголку вставляю и здесь к себе дальше идет опять голубая полоса справа налево иголку с одной и вот здесь с другой стороны так и таким образом я сейчас буду прошивать всю длину этого шва в районе вот здесь пятки у нас получается мы закрывали петли края и у нас здесь я думаю найти более удобно будет прошить как раз таки так как мы прошиваем здесь вот эти синие полосы то есть здесь мы будем вставлять иголку от себя а здесь к себе это вот этот участок я прошью и дальше у нас будут идти кромочные косички здесь я буду прошивать вот именно за кромочные косички вставляя иголку справа налево с одной и затем с другой стороны то есть главное равномерно не спеша мы прошиваем всю эту длину шва вставляя иголку справа налево ну или вот там где у нас идут синие темно-синие полосы в моем случае от себя или к себе итак смотрите я прошила участок вот включая часть пятки теперь я буду прошивать вот эту часть шва и подключилась сказать что в процессе сшивания периодически мы берем и вот этот шов подтягиваем убедившись опять же в том что нигде ничего здесь не перетянуто так как возможно в процессе сшивания ниточку где-то мы затянем чуть потуже и получается этот шов будет не эластичный поэтому небольшой участок прошили потянули хорошенечко так чтоб вот этот шов был такой достаточно эластичный после чего вот дальше продолжаю сшивать длину оставшуюся вот нашего носочка и так вот я прошила всю длину заднего шва здесь в конце еще дополнительно несколькими стежками я прошила вот здесь край резинки для того чтобы здесь все было ровно аккуратно и не было никаких ступенек и дальше носочек мы наш выворачиваем на изнаночную сторону и вот в моем случае оставшийся последний кончик нити я спрячу сейчас по изнаночной стороне и вот такая красота в итоге у нас с вами должна получиться носочки вяжутся очень очень просто при этом получаются очень они красивые яркие и нарядные при этом для вязания этих носочков вы можете использовать любые свои остатки пряжи поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока у 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